Вечером в минувшую пятницу в Суходоле состоялись очередные матчи чемпионата района по мини-футболу. До завершения турнира остается чуть более месяца и именно сейчас наступает самая интересная пора. Определяются коллективы, которым сражаться за медали, известны уже команды, которым уготована незавидная участь поставщиков очков. Однако даже в матчах между аутсайдерами случаются интересные события. Так на прошлой неделе встречались ветераны, траектория сервис. Первый весь сезон проводят в нижней части турнирной таблицы. Вторые стремительно туда падают. Сейчас траектория сервис выдала серию из-за одних поражений. Встреча с ветераном для коллектива была великолепной возможностью поправить свои дела. Однако и для ветерана противостояние вырисовывалось как возможность разжиться тремя такими нужными очками. Ветераны в этот вечер вышли на площадку в желтой форме и с первых минут команда показала, что настроена только на победу. Мартин Кобелян и Сергей Атьков забили по мячу, а вскоре к ним добавился Евгений Кузнецов. Тем не менее, траектория сервис в отчетный вечер мальчиками для битья не выглядела. Игроки в синей форме сражались, погоню организовал Евгений Шляпников, товарищи по команде его поддержали и первый тайм завершился с отчетом 4-3 в пользу ветерана. С самого старта второго отрезка матча опытные игроки сумели снова убежать в отрыв, но ошибки у своих владений съели это преимущество на нет. Футболисты траектории сервис цеплялись за свой шанс. Денис Коваленко оформил дубль и это были первые мячи футболистов в составе команды в нынешнем сезоне. Также дублем отметился Антон Кондратьев и удивительно, первый свой мяч в сезоне забил Григорий Долганов. Однако у ветерана было кому забивать. Мартин Кобелян и Евгений Кузнецов забили по три гола. В третьем матче подряд отличился Алексей Александров. Итог противостояния 9-6 в пользу ветерана, для которого этот успех второй в сезоне. А вот их оппонент продолжает свою неприятную серию из одних поражений. В это самое время на другой площадке отношения выясняли Нефтяник и Колос. Здесь футболисты в желтой форме показали весь свой потенциал. Сергей Махов отличился пять раз, дубль оформил Алексей Генералов. В итоге Нефтяник выиграл с отчетом 15-4. Еще в одном матче вечера Газпром не оставил шансов в Сергевску, победив с отчетом 8-3. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3».